Паровоздуходувная электростанция – стратегически важный объект, без которого невозможна работа первого передела комбината – доминого цеха. Потому внимание к ней со стороны руководства комбината всегда повышенное. Так в ПВС была запущена программа капитального строительства. В ее рамках на первом энергоблоке уже был реконструирован один турбокомпрессор, и сейчас ведется ремонт на другом. Как это отразится на производственных показателях, выяснял Павел Берсенев. Паровоздуходувную электростанцию называют легкими доминого цеха. Она снабжает печи так называемым дутьем – воздухом, обогащенным кислородом. Если он перестанет подаваться, то это чревато остановкой печи. Первый энергоблок ПВС снабжает дутьем первую, вторую, четвертую и шестую домины и печи. Его вырабатывают пять специальных турбокомпрессоров. По одному на каждую печь плюс один резервный. Сейчас идет реконструкция агрегата номер три. Несмотря на размеры оборудования, работа ювелирная. Подгонка деталей ведется с точностью до микрона. На данном этапе производится реконструкция протешной части компрессора. Как мы видим, турбина у нас уже полностью сверстана. Это не наша первая работа, как бы получается. Мы уже проводим, в 2020 году провели реконструкцию первой машины. На данном этапе у нас реконструкция третьей машины. Все планируется, все сделано. По требованию заказчика исполнено. А вот турбокомпрессор номер один, где прошла аналогичная реконструкция в прошлом году. Она принесла свои плоды и в экономическом плане, и в производственном. У нас сократился и расход энергоносителей на привод этого компрессора. То есть сэкономили порядка 10 тонн пара по отношению к немодернизированному состоянию этого турбокомпрессора. И получили производительность на компрессоре на самом порядка 500 кубометров дутья в минуту. На обновленном агрегате работает старшим машинистом Василий Никуленков. Его стаж в ПВС 20 лет. Он говорит, что сейчас трудиться стало намного комфортнее. Работать стало немного комфортнее, так как в процессе модернизации была установлена новая защита, работающая от электропривода, от контроллеров, что обеспечило более высокую степень надежности турбоагрегата. Не восстановили то, что было, а немножечко движемся на шаг вперед. В том числе и в цифровизации технологических моментов при эксплуатации турбокомпрессорных агрегатов. Ремонт третьего турбокомпрессора должен быть закончен до конца мая. Он не единственный агрегат, который будет запущен в ближайшее время. Сейчас ведется модернизация и на втором энергоблоке станции. Павел Грусенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.